МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красота – это страшная сила", говорила героиня Фаина Раневской в одном из своих фильмов. И здесь не поспоришь. И даже те, кто говорят, красота – это не главное, где-то в глубине души все равно подмечают. Но и без нее тоже сложно. Раньше все было сложнее. Чем мать природа наделила, с тем человек и жил. Сегодня же можно исправить практически все, кроме роста. Но как это правильно делать, кому такие операции показаны, ответит эксперт в нашей сегодняшней студии. А пока небольшая историческая справка. Истоки методов пластической хирургии восходят к XVI веку, когда итальянский врач Гаспаре Тальякоци, копируя методы, описанные в индийском руководстве примерно тысячу лет назад, успешно восстановил поврежденный нос пациента с помощью ткани, взятой из внутренней стороны предплечья пациента. Сам же термин «пластик» впервые был использован для описания этих методов в 1837 году, за 18 лет до изобретения пластика и пластмассы. К середине XIX века достижения в области анестезии и стерилизации сделали возможными и более смелые процедуры. Однако на протяжении всего этого времени пластическая хирургия официально не признавалась в качестве отрасли медицины, несмотря на ее очевидный потенциал. А сейчас самое время представить вам наших сегодняшних гостей. Сегодня о нюансах пластической хирургии мы будем говорить с заведующим отделением эстетической медицины Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, кандидатом медицинских наук Виталием Александровичем Кривенчуком. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать в сегодняшней нашей беседе будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Арина Кулак и Владислав Волчик. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. В традиционном начале нашей программы мы задаем для вас вопрос. Он уже готов. Внимание на экран. В 1830 году немецкий химик, натуралист, философ и геолог Карл Рейхенбах совершил важное для науки открытие, которое невольно послужило толчком в развитии пластической хирургии. О каком открытии идет речь и какие последствия для индустрии красоты оно повлекло? Это вопросы для вас. Ребят, для вас уже прозвучал первый вопрос. Можете покопаться в истории, найти на него ответ. А мы пока начнем наш разговор. Виталий Александрович, мы уже сегодня говорили о том, что раньше пластическую хирургию, традиционная хирургия, несколько даже не признавала. Но сейчас в нашей стране уже существует общество эстетической пластической хирургии и реконструктивной. И надо сказать, что эта отрасль хирургии достаточно плодотворно развивается. Скажите, пожалуйста, все-таки о каких операциях сегодня идет речь, к которым чаще всего прибегают белорусы? Наиболее востребованы операции на верхние и нижние веки, очень популярны подтяжки лица и операции на молочной железе. Это, наверное, топовая операция, которая выполняется не только в нашей клинике, но и в Республике Беларусь. Ну а насколько часто вы выполняете эти операции? То есть такие пациенты у вас часто появляются? Да, да. Небольшая сезона все-таки в пластической хирургии присутствует. То есть поток пациентов становится больше в осенний период, зимний, весенний. Летом количество операций снижается, но до 40 операций в месяц мы выполняем различных типов. Дело в том, что известно, что меняется мода. И, наверное, уже сегодня пациенты не так часто просят такие стандарты, как были раньше, например, Мамела Андерсова, Анжелина Джоли. Все-таки какие на сегодняшний день требования пациента ваших? Абсолютно верно. На сегодняшний день речь идет о гармонизации, бьютификации человека. То есть хирург, пациент, как правило, они стараются улучшить те стороны человека, которые у него есть. То есть есть простые ситуации, когда речь идет о избытке, к примеру, верхних век, которых достаточно просто убрать и получить хороший, прекрасный, эстетически длительный результат. С другой стороны, есть какие-то анатомические особенности, те же моменты, когда требуется какую-то, например, какую-то часть лица увеличить, какую-то часть лица уменьшить, где-то что-то добавить, убавить. То есть тут на самом деле идет такой сегодня выражен тренд, как бьютификация. То есть гармония человека. Многие хирурги прибегают к золотому числу, к каким-то определенным сечениям и стремятся к тому, чтобы получить максимально, выразить те черты лица, либо те особенности строения тела, которые нужно человеку подчеркнуть. Но все-таки человек чаще приходит со своим запросом или все-таки прислушивается к мнению пластического хирурга? Тут ситуация может быть абсолютно разная. То есть, с одной стороны, все начинается с диалога. Пациент, если он доверяет хирургу, он слышит его. И хирург тоже должен быть, на самом деле, уверен в пациенте. То есть кто-то видит одну ситуацию, кто-то видит другую. Если хирург может реализовать ситуацию, которую хочет пациент, но она не совсем кажется ему правильной, то в процессе диалога, если есть реалистичность ожиданий, если хирург уверен, что то, что он сделает, принесет пациенту радость, удовлетворение от жизни, то да, почему бы и нет. Это можно выполнить, этот объем можно выполнить. С другой стороны, пациенту, если объяснить все аспекты, все особенности тех превращений, которые будут в послеоперационном периоде, можно поменять тактику. То есть сколько раз люди приходят с тем же избытком, окажущимся верхних век, но проблема решается подтяжкой брови. Пациент, если слышит, человек, если слышит это, то решается проблема именно оттуда, откуда она исходит. И получается хороший результат. Если человек не понимает ситуацию, то хирург тоже вполне может, если он видит, что это не будет реализовано, желание пациента и результата не будет, то просто мы не можем это выполнить. Скажите, пожалуйста, но ведь не всегда это погоня только за красотой. Есть люди, которым по жизненным показаниям уже показана пластическая операция. Что чаще всего это? На сегодняшний день это, наверное, больше пациентов с порезами лицового нерва, когда половина лица просто из-за того, что нерв по какой-то причине не работает, она опускается, человеку трудно говорить, трудно жевать. Века тоже, нижняя века, как правило, заставляет много проблем, оно опускается и присоединяются воспалительные процессы глаза. Поэтому одна из таких реконструктивных операций, которые востребованы в нашей клинике, это статистическая реабилитация лица. То есть ткани лица возвращаются в прежнее положение, выполняется фиксация нижнего века. И таким образом ряд проблем, которые человек дискомфорта и воспалительных процессов, они уходят в связи с тем, что анатомические структуры возвращаются на прежнее место. Это, наверное, самая востребованная операция. Ну и вторые моменты – это люди разных возрастов после массивного снижения веса. То есть ткани, они всегда сокращаются. Есть те же, грубо говоря, фартуки в области передней брюшной стенки, которые тоже могут быть с воспалительными процессами, создавать большой дискомфорт человеку. И они обращаются зачастую к пластическим хирургам, чтобы брать вот эти все явления лишней ткани, которые остались после массивного снижения веса. Наверное, это два таких наиболее... А если говорить о рубцах, которые деформируют, наверное, ограничивают движение, занимаетесь ли вы этим тоже? Да, эти пациенты тоже в нашем отделении получают медицинскую помощь. Но на сегодняшний день процент этих пациентов, он небольшой. То есть на самом деле хирурги, общие хирурги, комбустеологи и другие специалисты, они хорошо владеют, овладели современными методиками. С этими проблемами, благодаря развитию медицины, они справляются на первичном этапе. Поэтому на сегодняшний день по нашей клинике, по нашему опыту, количество этих пациентов стало гораздо меньше. Но мы начали говорить именно о вашем опыте, опыте вашего отделения. Скажите, пожалуйста, кто кроме пластических хирургов еще есть в составе вашего отделения? То есть вот спектр тех услуг, которые может получить человек в вашем отделении? На самом деле, да. Отделение в этом плане уникальное, потому что единственное в Гомельской области отделение, где сконцентрированы все специалисты, которые занимаются внешностью человека. То есть, наверное, самое агрессивное, самое травмастичное – это пластические хирурги. Однако в отделении работают косметологи, которые могут работать больше с молодыми пациентами. Введение таких препаратов, как гиалуроновая кислота для восстановления объема, мезотерапия для улучшения состояния кожи, препараты ботулотоксины. И третий важный момент – это то, что работает три медицинских сестры косметика, которые сертифицированы, которые делают упор на аппаратную косметологию, те же самые безоперационные подтяжки лица, когда рано думать о хирургии, уходовые процедуры, чистки на самом высоком уровне. То есть, можно сказать, в одном отделении, если человек приходит, он может получить и спектр услуг касательно… От ухода до сложнейших хирургических вмешательств. Очень интересный вопрос о том, что раньше считалось, мужчина должен быть чуть красивее обезьяны. На сегодняшний день, наверное, уже правило, что мужчину шрамы украшают, не столь верное. Насколько в процентном соотношении мужчины и женщины через ваше отделение проходят? Статистика, наверное, не изменилась за долгие годы. 90% – это женщины. Они более трепетно к себе относятся, они ухаживают за собой. То есть, естественно, ухоженное лицо или ухоженное тело – это то, зачем требуется уход и что делают. Но мужчины, да, мужчины обращаются к нам. Как правило, это социально адаптированные слои населения, которые тоже следят за собой, которые требовательны к себе и к окружающим. Наиболее популярные операции – это у мужчин блефоропластика, то есть операция на веках, подтяжка лица, липосакция. Вот мужчины, многие мужчины прибегают к липосакции. Не всегда тренажерные залы спорт, фитнес, здоровое питание, проще. Если это возможно, обратиться к пластическим хирургам. Скажите, пожалуйста, всегда ли врачи дают добро на пластическую операцию? Или есть контингент пациентов? Или какие-то конкретные противопоказания к выполнению этих операций? Да, самый важный вопрос – это реалистичность ожидания пациента от операции. Хирург тоже должен доверять пациенту, должен быть уверен в том, что у пациента есть реалистичность ожидания того, что он получит от операции. И если нет контакта, нет доверия между хирургом и пациентом, в этой области медицины хирург может просто не выполнять эту операцию, потому что операция не является жизненно необходимой. То есть он может отказаться выполнять эту операцию? Да, это первый момент. Второй момент – если хирург видит, что он не может реализовать те требования, которые хочет пациент. То есть, когда часто бывают какие-то точные фотографии, пациент показывает во всем мире, невозможно, многие из пластических хирургов говорят, невозможно реализовать то, что есть на фотографии применительно к какому-то определенному типу тканей. Поэтому тоже это второй момент, когда не получается взаимодействие пластического хирурга и пациента. Третий момент – это противопоказания медицинские, состояния, которые угрожают жизни пациента в послеоперационном периоде. Это любые большие проблемы со здоровьем в декомпенсации. Тот же сахарный диабет, у которых вероятность воспалительных осложнений после операции возрастает. Большие проблемы с сердечно-сосудистой системой и другие. Но это все обсуждается на первичной консультации. Как пример, сегодня обращалась женщина с патологией из города Гомельской области с просьбой о том, чтобы лечь, обследоваться. Если можно, то выполнить большую пластическую операцию. Если такой возможности не будет, ну, просто обследоваться, посмотреть, получится, не получится. То есть такие моменты тоже обсуждаются, возможно. То есть, как и для любой другой хирургической операции. Наталья Александрович, спасибо большое. Я сейчас предлагаю выслушать ответ наших ребят. И напоминаю, что он был о том открытии, которое было сделано, научное изобретение, которое, в принципе, и дало толчок к развитию пластической хирургии. И что за этим последовало? В 1830 году Карлом Рейхенбахом был открыт парафин. Хирурги по достоинству оценили свойства данного вещества и применяли его в качестве инъекций парафина для корректировки силовидной формы носа, для увеличения губ, груди. Однако через некоторое время стали очевидны побочные эффекты данного вещества. Парафин откладывался под кожей тяжелой и болезненной массой. Однако хирурги продолжали выполнять данные операции, ссылаясь на индивидуальную непереносимость у пациента к данному вещества. К основным осложнениям от инъекций парафина относятся легочная эмболия, миграция введенного вещества, язвы и свищи, инфицирование и некроз. Многим пациентам для устранения побочных эффектов от данных операций проводилось еще большее количество операций. Некоторых, согласно источникам, не удавалось спасти. Например, операции по увеличению груди, с использованием инъекций парафина, оставались актуальны до 60-х годов. Однако их прекратили использовать после того, как уже не удавалось скрывать опасные свойства данного вещества. Ну что ж, ответ достаточно полный. А что же на сегодняшний день, чем мы заменили парафин? Парафин мы заменили для молочной железы. Сегодня есть два варианта. Либо это имплантанты. Имплантанты постоянно совершенствуются. Производители учитывают те особенности, те негативные моменты, которые были. То есть они уже, наверное, пятая генерация имплантантов. Либо, собственно, жир. То же самое, собственно, жир можно использовать в увеличении объема лица, каких-то определенных дефектов на туловище и ягодицы. Ягодицы очень хорошо принимают жир. И это на сегодняшний день считается такой топовой операцией в странах Латинской Америки. Что касается других препаратов, которые заменили парафин, это гиалуроновая кислота, которая омолаживает ткани. И через 6-9 месяцев она может распадаться полностью в организме бесследно. То есть тоже она считается безопасной. И гиалуроновая кислота в небольшом количестве содержится в организме, поэтому не признается организмом как чужеродная. И есть препараты перманентные. Филеры, то есть препараты, которые не распадаются в организме, которые тоже обладают высокой степенью надежности и безопасности. Открытие было очень хорошее, но просто сейчас мы его очень хорошо усовершенствовали. И безопасно можем это все теперь применить. Да, да. Отлично. Ребят, для вас готов уже второй вопрос. Внимание на экран. Отцом пластической хирургии вполне заслуженно называют военного врача сэра Гарольда Джилеса. Он совместно с коллегами разработал теоретическую основу и практику современной пластической хирургии. Было выполнено более 11 тысяч операций на 5 тысяч солдат, которые были изуродованы во время войны. Но сэр Гарольд прославился благодаря еще одной уникальной операции. А какой это вопрос для вас? Ребят, для вас прозвучал второй вопрос. Готовьте пока на него ответ. А мы продолжим наш разговор. Александр, еще очень интересный вопрос о том, все-таки, ваше мнение как специалиста, с какого возраста уже нужно прибегать или, скажем так, появляется необходимость прибегать к пластической хирургии? А до какого возраста все-таки можно какими-то другими вмешательствами нехирургическими корректировать изменения возрастные? Или это очень индивидуально? Да, вы абсолютно правильно сказали. Все очень-очень индивидуально. То есть есть какие-то определенные каноны в пластической хирургии, однако они тоже не являются аксиомой. То же самое операция на молочной железе считается. До 21 года ее нецелесообразно проводить, потому что железа будет развиваться, ее надо не торопиться что-то с ней изменять. Но выполнялись консилиумные операции после обсуждения с коллегами. Те же дефекты развития синдрома Полонда, когда железа очень сильно недоразвита, когда нет большой грудной мышцы. Девушка испытывает большие-большие комплексы, дискомфорт. И обсуждая эту пациентку, мы выполняли операцию в 18 лет. То есть мы пытались как-то изменить эту ситуацию. С лицом все очень индивидуально. И есть вещи, которые помогают работать, помогают сохранять ту молодость, ту красоту, которая у человека дана от природы. То есть никогда не поздно, никогда не рано чем-то заниматься. И если специалисты сертифицированы, такие в Республике Беларусь, они, как правило, все, кто занимается хирургией, косметологией, то они подскажут правильное направление действия. Да, кому-то это достаточно просто косметологические уходы, уходовая процедура у медсестры косметика сертифицированного. Кому-то можно, косметологи могут добавить при, например, складках, либо привычках морщить верхнюю треть лица. Можно однократно, бывали такие случаи, сделать диспорт или ботокс препарат. И заблокировать мышцы. Да, человек за полгода отвыкает морщить лоб, и проблема уходит. И однократное введение препарата. Несколько пациентов очень довольны, но они забыли эту привычку, они по-прежнему имеют хороший результат, хотя препарата уже нет. Что касается пластической хирургии, если говорить о пластической хирургии лица, то все идет в сторону усложнения. Это первый на сегодняшний день важный момент. И второй важный момент – это омоложение пациентов, которые подвергаются пластическим операциям на лице. То есть в более молодом возрасте выполняется операция, когда нет сопутствующей патологии, когда организм хорошо переносит эту операцию. И потом просто поддерживающие уходовые процедуры, человек смотрит, ухаживает за собой, ведет здоровый образ жизни, и к этим вопросам долгое-долгое время может не возвращаться. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А есть ли привыкание, например, к тем же процедурам, к тем же препаратам и так далее, когда вот это еще не хирургическое вмешательство? При правильном, грамотном подходе, при честности пациента, то есть не всегда человек может говорить, что что-то где-то когда-то делал, сроки соблюдать верные. Если есть правильный подход, если есть правильное планирование, то схемы, они ни на что не влияют. То есть человеку вводится какой-то препарат. В определенной дозе, да? Да, да, да. Проходит какое-то время, ткани отстраиваются, ткани возвращаются, то же самое диспорт или ботокс, как пример мы приводили ранее, с мышцами верхней трети лица. То есть 6 месяцев он работает, 3 месяца в любом случае нужно отдыхать, пока мышцы немножко отстроятся, отработают, чтобы не было их истончения, чтобы все с ним было хорошо. И потом к этому вопросу, если такая необходимость будет, можно возвращаться. Опять же, я повторю, что при правильном планировании, при грамотном подходе никаких проблем с этим нет. То есть в литературе описаны очень популярные корейские бизнесмены, которые просто очень это любят, которые вводили... Практиковать или не ежедневно, да? Да, да, да. Которые вводили по 100-150 инъекций, ботулотоксины, и у них все хорошо, никаких проблем с этим нет. Поэтому тут на самом деле важный квалифицированный подход, грамотное планирование и соблюдение всех тех рекомендаций, которые даются докторам. Спасибо большое. Италий Александрович, давайте послушаем сейчас ответ наших ребят на второй вопрос. Я напомню, что он был о том, какая операция принесла известность отцу пластической хирургии, сэру Гарольду Джиллесу. Доктор Джиллес действительно работал в сфере пластической хирургии. Он был хирургом, оперирующим поражение лица в период Первой мировой войны. В период между Первой и Второй мировой войной он работал консультантом, читал лекции, доклады на конференциях. В Первой мировой войне он уже был ведущим специалистом в Великобритании по пластике лица. А уже потом, перетягивая к идти на пенсию, он выполнил две гениальные операции. Первая операция была произведена в 1946 году по смене пола из женщины в мужчину. Пациента звали Майкл Диллан. Он произвел 13 операций, чтобы по итогу стать мужчиной, как я полагаю. Для того, чтобы скрыть пластику, доктору пришлось поставить диагноз остро-гипосподия. Таким образом, он защитил себя от юридических вопросов. Самая знаменитая его операция, которую он сделал в 1951 году, это операция по смене пола из женщины в мужчину при помощи кольпопластики. И эта операция была эталоном на протяжении будущих 40 лет. Виталий Александрович, но все-таки мы уже говорили сегодня по смене пола. Какие еще специалисты здесь будут задействованы? Просто так сменить пол не получится, если поле киберос. То есть прийти и сказать, что мне надо сегодня, а завтра давайте вернем обратно. Этот вариант не подойдет. Всегда, когда такой вопрос встает, есть республиканский консилиум, пациент проходит большое количество обследований генетических, психологических. Юристы, наверное, привлекаются в этой ситуации. Да, да, да. То есть потом собирается большой-большой консилиум, много-много специалистов республиканского уровня, генетики, психологи, пластические хирурги и много других. Ну, наверное, специалисты в плане половой медицины, да, может быть, это акушеры, гинекологи, урологи. Вы привлекаете таких специалистов в свои операции? Ну, эти операции в Республике Беларусь выполняются в Минской областной клинической больнице. Профессор Подгайский руководит этим отделением. То есть все пациенты, их не так много в Республике Беларусь, концентрируются там. Но все эти операции, они после консилиума. То есть обсуждают, да, генотип, например, мужчины, а это женщина. Чувствовать себя человек этот как женщина. Да, поэтому показания есть. И после того, как консилиум решает, что смена пола этому человеку показана, то выполняется, да, на сегодняшний день это не за одну операцию происходит, ряд операций плановых, которые меняют полу человеку. Наша передача подошла к концу, и все-таки я хочу, чтобы, как всегда традиционно, вы какие-то дали советы, рекомендации, пожелания для наших телезрителей. Здоровье. Прежде всего, это крепкого-крепкого здоровья. Реализация всех тех желаний, которые есть у человека, чтобы жизнь приносила только радость и всего самого, наверное, наилучшего. Спасибо большое. Спасибо. Сегодня о проблемах эстетической хирургии, пластической хирургии. мы разговаривали с заведующим отделением эстетической медицины Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека, кандидатом медицинских наук Виталием Александровичем Кривенчуком. А помогали двое студентов Гомельского государственного медицинского университета. Это Арина Кулак и Владислав Волчек. Спасибо. И до новых встреч. Кто-то остроумный пошутил, что здоровье – это когда все болит, но еще есть силы не идти к врачу. Без особой необходимости ходить действительно не надо, а вот беречь себя обязательно. Берегите себя, не болейте и до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова